В Иркутске сегодня премьера. Документальный фильм о Валентине Распутине «Прошедшего времени не существует», представляет режиссер Юлия Бывшего. Закрытый показ вот-вот начнется. В кинозале работает наш корреспондент Марина Беклемишева. Марина, добрый вечер. Ждем подробностей о картине. Да, Ира, здравствуй. Мы действительно находимся в кинозале. Буквально через несколько минут сюда запустят зрителей. И мы все с нетерпением ждем начала закрытого показа фильма «Прошедшего времени не существует». Это документальная картина о Валентине Распутине, нашем великом земляке. Снимали ее в течение трех лет. Это были экспедиции съемочной группы на родину писателя в Аталанку. Это были экспедиции как зимой, так и летом. И рядом со мной сейчас режиссер фильма Юлия Бывшего. Юля, добрый вечер. Мы поздравляем тебя с практически состоявшейся премьерой. Скажи, пожалуйста, вот три года назад, почему ты вдруг решила, что хочешь снять фильм о Валентине Распутине? Ну, потому что Галина Витальевна, Афанасьева Медведева, поехала туда. И я там такую историю слышала, что она собирала о нем рассказы. И постучалась в дом. Говорит, я хочу... Там кто там? Говорит, я хочу рассказать, спросить вас о Валентине Распутине. Да надоел мне уже этот Валька. И меня эта история зацепила, потому что это уже не классик, это уже человек. Это тот человек, маленький мальчик, который рос там. И мне показалось, что нужно сделать об этом фильм и собрать тех, кто с ним рос, их истории. Я знаю, что в процессе фильма у тебя... Ты брала интервью у известных людей. Расскажи нам о них. Я выбирала тех, кто сталкивался с творчеством Распутина. Например, Сергей Мирошниченко снимал фильм. Пуски Палис Сергей, он ставил спектакль в Амхате недавно буквально. Шапошников Геннадий, он два спектакля в драмтеатре у нас поставил. Захар Прилепин, он писатель. И он, когда приезжал в Иркутск на фестиваль, он очень от нем тепло отзывался. И его творчество, и мне показалось, что это нужно записать. Юля, даже я волнуюсь. Я не представляю, вот как волнуешься ты. Ну, конечно. Я очень рада, что нам Киномол нас пустил, потому что это пандемия, это всего бояться. И мне кажется, что то, что они нас поддерживают, это прям большая поддержка документальному кино в первую очередь, да, и региональному кино. Вот, и, конечно, я переживаю, но я очень благодарна этой возможности, потому что хуже, это когда ты сидишь и переживаешь, что показать негде. Юля, спасибо большое. Желаем твоему фильму успеха как у зрителей, так и обязательно на фестивалях будем следить за его судьбой. Спасибо вам за поддержку. Ну, а я хочу сказать, что подробнее об этом фильме и, конечно же, своими впечатлениями и впечатлениями зрителей я поделюсь завтра в выпусках программы «Итоги дня». Ира. Марин, с удовольствием завтра посмотрим твой сюжет. Спасибо тебе большое за работу. Ну, а мы продолжаем. Спасибо.